Всем привет, меня зовут Виталий Калихнович, вы находитесь на сайте онлайнер.бай, либо на нашем железноигровом youtube-канале. И сегодня у меня для вас есть прикол. Вот, он один из этих приколов. Это видеокарточка GT1030, она вышла в 2017 году. Это видеокарточка GT1030, она вышла весной 2018 года. Как вы видите, у обеих этих видеокарт 2 гигабайта памяти. Но прикол заключается в том, что здесь память GDDR5, а здесь память устаревшая DDR4. Больше, практически, ничем эти видеокарты не отличаются. Здесь немножко меньше разгона, буквально там на 10-20 мегагерц. Здесь она может быть чуть-чуть побыстрее должна была бы быть, но весь цимул заключается в том, что здесь пропускная скорость памяти 48 гигабайт в секунду, а здесь пропускная скорость памяти, если я не ошибаюсь, 16,8 гигабайт в секунду. Даже взяв в руки вот эту коробку с видеокартой, вы практически нигде не найдете упоминание о том, что здесь находится устаревшая память. Ее нету на этой передней панели коробки, ее нету справа, нету сверху, нету слева, нету даже сзади. Сейчас я проверю, может, есть. Упоминание о памяти DDR4 вы можете найти лишь на вот этой маленькой лейблочке, где находится серийный номер видеокарты, ее название и, собственно, размер шины и прочая ересь. Так что, если у вас плохо со зрением, либо вы не такой дотошный человек и впервые пришли в магазин, хотите вот именно эту карточку, которая стоит дешевле, чем эта карточка, это видео для вас. Зачем NVIDIA выпускала весной 2018 года видеокарточку с устаревшей памятью? Ходит много слухов, но многие говорят это потому, что NVIDIA просто не хватало микросхем памяти GDDR5 и поэтому она решила запихнуть вот в эту карточку старую память, которая осталась у нее на складе. Обе видеокарты называются одинаково и люди далекие от железа, которые плохо разбираются в видеокартах, которые не понимают, что вот эти циферки и буковки могут значить, они могут не понять разницу между этими двумя видеокартами. Они называются одинаково, они стоят примерно одинаково, это буквально на 7 белорусских рублей дороже, это дешевле, естественно, и выбирая видеокарту за 180 рублей, кто-то захочет сэкономить эти 7 рублей и купить вот эту видеокарточку. Проблема в том, что медленная видеопамять будет значительно сказываться на производительности этой видеокарточки. Это мы покажем вам позже в тестах. А тебя лишь хочется сказать, что не совсем понятно, почему NVIDIA решила назвать эти две видеокарты одинаковыми именами. Естественно, если бы эта видеокарточка называлась GT 1020, то многие бы поняли, что лучше брать эту, которая не намного дороже. Собственно, разницу между вот этой видеокартой с памятью GDDR5 и вот этой видеокартой с памятью DDR4 мы сейчас и продемонстрируем на наших небольших тестах. Перед тем, как мы приступим к разбору роликов, надо отметить, что обе видеокарты GT 1030 это затычки, а не игровые видеокарты. Поэтому не ждите от них классных результатов. У нас же цель продемонстрировать, насколько сильно различается производительность видеокарты с памятью GDDR5 и DDR4. И нагляднее всего это видно именно на играх. Сперва мы проверили версию с памятью GDDR5, вставили ее в компьютер скорой 5.46.90 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Прогнали на нескольких играх Full HD разрешений. Затем то же самое на тех же настройках графики провернулись с видеокартой с памятью DDR4. Смотрим. На средних настройках графики в специальном бенчмарке World of Tanks Incorpor видеокарта показала в среднем 82 кадра в секунду. Версия на DDR4 продемонстрировала результат более чем в два раза хуже. Собственно, разницу вы видите на своих экранах. Ведьмак 3 на самых низких настройках. Все отключено, переключатели установлены в положение низкое. Первый пациент демонстрирует в Новиграде 34 кадра в секунду и при этом загружен на 100%. А частота памяти видеокарты составляет 3005 МГц. Проседания заметны, но если вариантов нет, то с такой частотой кадров вполне можно мириться. А вот второй пациент сходу ошарашивает неиграбельным фреймрейтом. Видеокарта загружена на 100%, частота памяти держится на 1005 МГц, а средний FPS 17 кадров в секунду. Играть в такое уже невозможно. Придется значительно уменьшать разрешение экрана. Дальше все примерно так же. В PUBG на минимальных настройках графики получаем 55 кадров в секунду в первом случае, а во втором случае у нас 33 кадра в секунду в среднем. При этом просадки во время игры становятся критичнее. Нетребовательная Rocket League демонстрирует в первом случае 51 кадр в секунду, а в втором мы получаем абсолютно неиграбельные 23 кадра в секунду. Dark Souls 3 на карточке с памятью GDDR5 на низких настройках графики показывает 37 кадров в секунду. На карточке с памятью DDR4 17 кадров в секунду. Цифры говорят за себя. Лучший инди-платформер прошлого года Hollow Knight в первом варианте идет с частотой кадров в 136 в секунду. Во втором варианте частота кадров опускается до 67 в среднем. Прекрасно оптимизированный онлайн-шутер Overwatch от Blizzard на низких настройках графики на первом пациенте показал вполне улетные 86 кадров в секунду. А вот коллега пациента на костылях из прошлого продемонстрировал только 36 кадров в секунду. Для онлайн-шутера это недопустимо. Как говорится, слова тут излишни, вы все видели сами. Зачем NVIDIA выпускала такую видеокарту? Если у вас есть разгадка, пишите ее в комментариях. Если хотите узнать чуть больше теории о разнице между двумя этими видеокартами и вообще между типами памяти, то вам самая дорога к нам на сайт. Там есть обстоятельная статья по этому поводу. Ссылку на нее найдете в описании под роликом. Я буду благодарен, если вы поставите лайк под этим видео и подпишитесь на наш канал. Впереди у нас еще куча интересного железа и баек про игры. Спасибо за внимание и пока!